Дорогие друзья, здравствуйте! Я Томан Джалагония и это передача специально для журнала Prime One и Jambox TV. Сегодня у нас в гостях человек, который не нуждается в представлении, историк, тележурналист, член общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики РГГУ и ведущий телевизионных программ Николай Карлович Сванидзе. Николай Карлович, большое спасибо, что Вы нашли время сегодня для нас. Всегда пожалуйста. Будучи профессиональным историком, Вы помимо преподавания сделали действительно фантастическую карьеру в журналистике, пройдя большой путь. Я не знаю, присутствуют ли в Вашей книжке такие записи, как актеры-писатели, но в биографии они есть. А в каком качестве Вы чувствуете себя наиболее органично? Во-первых, я пришел уже взрослым человеком на телевидение, абсолютно взрослым и готовым уже делать карьеру грамотную. И спокойно уже относившимся к таким для всех острым вопросам, как узнаваемость на улице, скажем, которая в мозге отшибает молодым людям. Мне это уже не отшибало по причине взрослого. Но так или иначе, отвечая на Ваш вопрос, знаете, я никогда не задумываюсь, как любой человек, кто я. Потому что каждый человек во многих репостасиях существует. На работе он профессионал, дома он муж и отец, там, не знаю, он на каком-нибудь спортивном зрелище болельщик. Ну, это нормально. В поликлинике или в больнице у пациент. У каждого человека есть много ролей в жизни. И у меня это все так как-то достаточно органично совмещается. Я не задумываюсь, кто я кто. Но, наверное, если меня спросить, ты кто, имеется в виду профессиональная идентификация, то, наверное, прежде всего я все-таки скажу, что я историк. А уже во вторую очередь, потому что я журналист, писателем я никогда не был, потому что что-то писатель не значит быть писателем. Писатель – это черт, Антон Павлович. Вот. Вот так. Темой вашей дипломной работы было знаменитое «Утальгейское дело». Не идеализируя американское общественное устройство, нельзя не признать, что демократические институты там работают действительно, несмотря ни на должности и чины. Возможно ли такое в нашей стране? Я боюсь, что нет. Это было стопроцентно невозможно в Советском Союзе. Потому что, когда было «Утальгейское дело», у нас еще была глубокая советская власть. Но боюсь, что это невозможно и сейчас. Потому что невозможно. Потому что у нас система до сих пор еще не демократическая. Она такая странно переходная. От вполне себе тоталитарной, наверное, я надеюсь, к демократической. Но этот переход сейчас далеко не в фазе своего завершения. И сейчас у нас такая, я бы сказал, бюрократическая, полудемократическая, полуворовская система. Сложно ее как-то двумя словами охарактеризовать. Она немножко напоминает режима Латинской Америки. Конечно, значительно более свободная, чем была при советской власти. Но даже сейчас, когда заявлена, скажем, борьба с коррупцией, я боюсь, что она не более чем заявлена. И боюсь, что даже сейчас какого-нибудь крупного чиновника можно взять на мушку только с разрешения еще более крупного чиновника. Вероятно, самого главного человека в стране. А без его разрешения, я думаю, никого на мушку взять нельзя. Тем более, нельзя взять на мушку и первое лицо. А вот аргейский скандал как раз связан с тем, что началось расследование, кстати, с подачи средств массовой информации, с подачи журналистов в газеты «Вашингтон-Пост», началось расследование нарушений Конституции со стороны первого лица, со стороны президента Соединенных Штатов, в котором тогда был Ричард Никсон. Думаю, что у нас это сейчас невозможно. Не могу обойти Вашу телебаталию с господином Кургиняном. Непостижимым образом Ваш оппонент раз за разом выигрывал зрительское голосование. Почему так происходило? Я хочу просто напомнить о том, что есть два факта. Первый факт. Телевизионное голосование не имеет никакого отношения к социологии. Вообще никакого. Это совершенно произвольный момент. Его можно организовать как угодно, если этим заниматься. Если один человек его организовывает, а другой человек не организовывает, то первый выигрывает. Янгер его никогда не организовывал. Второе. Даже если не организовывать, какие-то части телезрителей более компактны, более собраны, более активны, чем другие. Вот они видят что-то там, человек, который отвечает их представлениям прекрасным, и не слушая даже, что говорит он и его оппонент, начинают трезвонить. И поэтому сам по себе жанр телевизионного голосования он придумал не для того, чтобы выяснить позиции страны. Он придумал для того, чтобы повысить интерес к данной программе. Это фактор повышения рейтинга программы, а не выяснения настроения зрителей. Поэтому социологические опросы, они проводились в отношении нашей программы, показывали другие. Они показывали там небольшое, но мое преимущество. Поэтому я к результатам телевизионного голосования относился в полной спокойности. Никогда не было обидно? Нет, нет. Я просто представляю, что это. Николай Карлович, у нас в программе есть один стандартный вопрос. Но мне кажется, что он основополагающий. Каким вы видите себя через 10 лет? Через 10 лет я себя вижу на 10 лет старше, чем сейчас, прежде всего. Думаю, что я буду лысым. Спасибо большое. Дорогие друзья, с вами была сегодня я, Тула Анжела Гоня, главный редактор журнала Prime One, и Николай Карлович Сванидзе. До скорых встреч. До скорых встреч.